Сегодня в программу «Штрихи к портрету» я пригласил известного кузбасского поэта, главного редактора журнала «Огни Кузбасса» Сергея Донбая. Донбай Сергей Лаврентьевич родился 22 сентября 1942 года в Кемерове. Писать стихи начал еще в школе, но серьезно улегся этим во время учебы в Новосибирском инженерно-строительном институте. Именно тогда поэзия захватила Сергея полностью. Он выступал в студенческих аудиториях, печатался в газетах. После института вернулся в Кемерово со стихами, которые вошли в первую книгу «Утренняя дорога». Сергей Лаврентьевич Донбай – член Союза писателей России. Много лет работал главным редактором журнала «Огни Кузбасса». Был членом редколлегии красноярского журнала «День и ночь» и «Новосибирских огней». Сейчас в редколлегии альманаха «Бийский вестник». В Кемерове ведет областную литературную студию «Притомья». Выпустил немало книг стихов. Среди них «Прелесть смысла», «День», «Проснись у меня на плече», «Смута», «Посредине России» и другие. Заслуженный работник культуры Российской Федерации. Скажите, пожалуйста, вот я наслышан, не знаю, правда это или нет, что первые ваши стихи были опубликованы в не очень обычный день. Так ли это? Ну да, это, в общем-то, я в свое время эту уже превратившуюся в байку, так сказать, историю рассказывал. В общем-то, она совершенно рядышком с былью. Я учился в Новосибирском инженерно-строительном институте, уже писал стихи на первом курсе. Там была такая газета, там все газеты так назывались, «За кадры», «За железнодорожные кадры». Это многотиражка вузовская. Конечно, «За кадры» стройкам, ну, строительный институт, там и архитекторы были. И там, значит, в газете в этой, я тоже туда был, вхож уже в редакцию, вышли впервые мои стихи, там, два или три стихотворения. Какие-то такие стинания о том, как я страдаю по Кемерову, по маме, так сказать. Но все правильно, все там было правильно. Ну да, студент, живущий далеки от дома. А там, значит, на вахте лежала так стопка газет, вот этой многотиражной газеты. И все пробегали, и там была такая коробочка, в которой лежала мелочь. Копеечку надо было бросить. Иногда у кого не было копеечки, он так пальчиком там прозвенит, в этой коробочке возьмет листок. И вот однажды я выхожу во двор института, там у нас такой двор, и смотрю все с газетами, и все что-то бурно радуются как-то. Ну, я решил, ну неужели, что такое… Я знаю, что вот… Такой резонанс стихи мои. Аратаж, не резонанс. Я тогда это слово так себе и представил. Вот наделала моя публикация, мои стихи. Но через минуту я узнал, что только что объявили, что полетел Юрий Гагарин. 12 апреля. Да, теперь во всех энциклопедиях мира эта дата зафиксирована, так сказать. Как полет человека и первые опубликованные стихи Сергея Дамая. Только я знаю, вот пытаюсь внушить. Ну, так вот. Но эти стихи, конечно, были не о космосе, а о… все-таки о городе. Ну, они были… ну, действительно какая-то… я же студент, в общем-то, всегда писал о том, что меня волновало. Вот волновало, я как-то скучал по дому, я же впервые оказался домашний человек. Это какой курс был? Это первый курс в Новосибирске, да. Это 60-й год, где-то там вот 61-й. Ну, естественно, 61-й. Вот. И я, значит, вдали от дома, я по товарищам, по друзьям как-то скучал. Помните эти стихи-то? Нет, конечно. Если бы помнил, то… ну, какие-то такие отдаленные, отдаленные строчки, не буду я их вспоминать. А вообще поэт свои стихи помнит, вот когда он приходит на встречу с читателями. Вы очень часто бываете на встречах. Вы наизусть читаете свои стихи или приходится доставать тетрадочку, книжечку? Ну, я, в общем-то, всегда наизусть читал. Вот сейчас, в последнее время, ну, во-первых, стихов уже накопилось, так сказать. Всегда это было, особенно, ну, какая-то первая половина вот моего писания стихов. Там я все помнил, насквозь, так сказать. Сейчас я могу, ну, немножечко стушеваться, так, внутренне. Поэтому я вот держу книжечку, открываю стихотворение и читаю наизусть. Тут мне уже… а когда начинаю подглядывать, сбиваюсь. А, вот так. Да, чаще всего так получается. Ну, в общем-то, стихи помнятся. Стихи помнятся. Потому что, ну, может быть, что-то как-то так забылось, но строчка потянет, другое, рифма там, все. Такие какие-то свои, ну, свои хитрости, что ли, запоминания. А приходится импровизировать вот на сцене, когда читаете, вот именно читаете то, что было когда-то написано. Только так. Потому что как только, это я уже знаю, пытался, иногда забылась строчка, симпровизируешь. А дальше тупик, дальше. Это кому-то не видно, а тебе-то горячо в ушах, в сердце и так далее, что эта строчка не состыкуется со следующей. Ну, вот. Конфуз. Внутренний, да, конфуз. Может быть, он незаметен будет внешне особенно. Ну, замечают, наверное, бдительные и читатели такие, слушатели, которые к этому привыкли постоянно. Вот артисты же, когда читают, очень часто так раз и от себя тинку в строчке, ну, скажем, Тютчева, Пушкина или еще кого-то известных поэтов. Какую-то такую маленькую, а ты заметишь. Заметишь. Конечно, заметишь обязательно, потому что, ну, это же все песни, из которой слога не выкинешь никак. Не то, что слово. Когда я уехал в Новосибирск на 5 где-то лет, 4-5 лет, и потом вернулся в Кемерово, долго мечтал о Новосибирске и прочее, но постепенно я вжился, вернулся, так сказать, в Кемерово, и вдруг понял, что растерялись мои школьные знакомые. Даже не класс. И класс разъехался там как-то по своим местам разошлись. Но даже и сверстники, наверное. Да, да, вот те, с которыми я, там, дворовые друзья, не друзья, а знакомые и прочее, я их стал не узнавать. Мне даже было как-то немножечко неудобно. И это неузнавание до сих пор длится. Потому что город Кемерово, в общем-то, не такой большой. И мы друг друга как-то вот знали и так далее. И вдруг, раз, какое-то неузнавание, разговоришься, оказывается, вон оно откуда. Я такое неузнавание... Память вытаскивает вдруг. Да, да. Но это вот, скажем, даже не память вытащило, а такой случай. Я считаю, что случай непростой. Вот так привело меня к этому. Я вдруг встретил через 52 года свою повивальную бабку. Но тогда она была не бабка, а девчонка, девушка, так сказать. И встретил, она меня узнала, она со мной заговорила. Я удивился, что она вот все знает. И как маму зовут, и кто я, и так далее. И потом она вот призналась в этом деле. Так что вот это вот родной город, в котором все срослось или сращивается, продолжается. Я сегодня шел сюда, в студию, на запись, проходил мимо здания. Это на площади Пушки, на дом, где аптека. Там мемориальная доска. Мемориальная доска о вашем батюшке. Меня очень тронуло, что мемориальная доска не обозначает дом, где жил этот человек, а обозначает дом, который он построил. Я понимаю. Ну, в общем-то, это у нас. Потому что город молодой, и мало таких опытов, скажем так. А вот в других, старших городах, в Москве, в Питере, это сплошь и рядом, что автор проекта, если заметное сооружение, есть доска мемориальная автора проекта или автора, который строил. Иногда раньше же архитектор от начала до конца все строил, так сказать. И вот поэтому там написано «построено», потому что он не вылазил. Я даже помню, как он как-то что-то там рисовал и так далее. Батюшка, один из ваших героев лирических в ваших стихах встречается? Он встречается, но, скажем так, не очень часто. Как хотелось бы? Нет, нет. Все, что хотелось, у меня в стихах. А дальше, если, может быть, еще встретиться. Ну, есть у меня стихи, в которых я как-то рассуждаю с отцом, скажем так. Так, советуемся, оглядываемся и советуемся. Оглядываемся, где жили. Жили в соцгороде, насколько я знаю, да? Да. Когда-то? Да, соцгород. Это для меня, скажем, Кемерово родина. А родина в Кемерово – это соцгород, несомненно. Это место, где я родился, где прошли вот самые… Я где-то до четвертого класса, мы там жили, в бараках двухэтажных. Вот, и все это детство там прошло, и, скажем, накопило очень много таких воспоминаний. Каким стал город? Вот вы на него уже смотрите практически с сороковых лет. Это уже… Да, ну, не с сороковых, скорее, с пятидесятых до этого у меня. Но город очень изменился. Сначала я не понимал, я жил и жил в городе. Не замечаешь изменений, когда каждый день на это смотришь. Надо уехать, вернуться, и сразу заметишь, ах, как все изменилось. Это очень… Ну, потом я же стал работать архитектором, и для меня это тоже было интересно. Я подробнее стал смотреть, внимательнее стал смотреть на город. Мне хотелось, ну, скорее бы эти все деревянные домики из центра хотя бы ушли. Тут же рядышком, с площадью Советов, напротив уже стоявшего главного корпуса пединститута тогда, прямо напротив стояла избушка. Там жил с бабушкой Боря Лежнин. И мы там часто, так сказать, у него в гостях бывали. Вот как-то так странно, долго она стояла. Ну, и другие. И казалось, ну, вот, все каменные, интересные. А потом пошла такая, ну, застройка, скажем, вот, панельная, такая типовая. Надо было людей переселить, надо было дать жилье. Конечно, конечно, конечно. Надо было дать жилье дешевое и большее. Это все понятно, но город от этого начинал проигрывать, это точно. А сейчас? И потом по каким-то домишкам стареньким, деревянным, которые мне мозолили тогда глаза, как бы хотелось, чтобы каменным стал полностью. Вот они так вспоминаются, как-то так с теплотой, что вот они были. Но они, наверное, не представляли какого-то такого большого значения, и поэтому они ушли. Ну, вот стоит дом Губкиных у нас, там, недалеко от горсада. Да. Вот, вот, такой деревянный... Внутри квартала он, в общем, не на... не выходит фасадом на улицу, он не очень заметен, но он есть. Тем не менее, да, тем не менее, он так восстановлен, там какое-то историческое здание, при этом, там, по-моему, историческое значение, как, так сказать, несет он. Ну, вот, это все хорошо, но у нас нет таких, такого большого количества, скажем, как в Томске. Конечно, Екатеринбург, Томск, Тобольск – это старые города. Иркутск, скажем, да. Конечно, конечно. А общество людей, вот, тех, с кем вы общались, общность литераторов, поэтов, она изменилась как-то за эти годы? Я знаю, что в годы вашей молодости поэтической очень ценилась общность молодых поэтов, кемеровчан. Это были, вот, Донбай, Калмагоров, люди, которые умели радоваться успехам своих друзей, товарищей. То есть, вот, эта вот зависть, она существовала, которая, вот, бывает обычно в творческой среде. Я думаю, что вот, как раз, называя эти имена, вы, вот, правильно очертили, это зависти не было. Было, ну, такое, крепкое желание показать новое что-то, услышать одобрительное слово от своего товарища, когда прочитаешь ему что-то новое. Вот это вот было. Ну, и потом у нас быстро это все перешло в то, что мы общались с большим кругом каких-то литераторов и обсуждали их стихи. Тогда было очень много, ну, не много, а часто были областные семинары, на которые приезжали со всей области молодые литераторы. А мы уже тогда становились руководителями вместе с Махаловым, Юровым, Мазаевым. Писатели не очень признают идущих перед собой поколения. В общем-то, это непризнание, оно и дает какой-то такой двигатель для того, чтобы чего-то достичь. Ну, скажем, не признавать, ну, Небогатого, Измайлова – это у нас было в порядке вещей. Потом мы разобрались, конечно, и поняли. А вот я докажу. Да, я помню, Саша Ибрагимов говорит, я прочитал Небогатого, и думаю, да, боже мой, тогда и я могу быть поэтом. Это я помню, вот он рассказывал такое. Но он уже рассказывал, когда понял, что Небогатов – это интересный наш поэт. Но, скажем, вот, а такие поэты, как Буравлев, Киселев, Махалов, Юров, они нас сразу приняли, и мы как-то их тоже принимали, и для нас они были, ну, вот, это вот как рядом прямо поколение, как бы передающее поколение. Сейчас есть такая взаимосвязь между нынешним уже таким зрелым цехом поэтическим и молодой порослью? Ну, конечно, есть. Я же долго вел литературную студию «Притомья». Она, я боюсь даже сказать, сколько лет ей. Да, ее начинал Геннадий Юров, для этого была студия, которую вел поэт Валентин Махалов, а потом Геннадий Юров, ну, создал такую литературную студию, областную литературную студию «Притомья», в которой мы были, как бы его, вот, Ибрагимов, я, ну, я так себя чувствовал, во всяком случае, мы были какими-то его помощниками, потому что, ну, справиться с той аравой, которая, так сказать, ну, писала и всегда писала, и которая приезжала в то время на эти студии, мало было студии, были еще областные семинары, на которых мы уже выступали как поэты, хотя мы были не члены Союза, мы не, ну, у нас уже были какие-то книжки первые. И мы, значит, были руководителями наравне с Игорем Киселевым, кто-то, кто писал прозу. А вот сейчас, собственно, есть ребята, которые, вот я, нельзя называть никого своим учеником, только ученик может назвать тебя или кого-то учителем. Почему? Ну, потому что, ну, это высокомерие какое-то. Для меня, если говорить об учителях, это мои товарищи, мои сверстники, которые в итоге стали интересными поэтами. Это и в Новосибирске, и в Кемерово. Учителя – поэты. Да, да. Это от слова «учиться». Можно ли научиться писать стихи? Я понимаю, что можно, наверное, научиться писать музыку специально, есть классы, композиции какие-то. Можно научиться каким-то образом, наверное, в литературном институте, прозе, да, есть литературный институт. А научиться поэзии – это естественно или нет? Поэзия – это от рождения или нет? Я понимаю, о чем вы говорите. Я вот когда сказал о товарищах, конечно, они были не учителя, это была как бы общая школа. И для нас это было, собственно, это было всегда очень важно. Почему были различные направления, кружки и так далее? Это тоже были какие-то школы, которые друг друга поддерживали. Вот для нас это в нашем, ну, скажем, поэтическом, литературном цехе – это очень важно. Когда бескорыстно слушаются стихи, бескорыстно читаются рассказы и говорится, так сказать, как… А и обсуждаются? Да, да, обязательно, обязательно.